Итак, всем привет, с вами ДубГ, продолжаем играть за Канаду, продолжаем страдать, пробиваясь сквозь толпы врагов в Европе. Собственно говоря, как я и говорил, наш план будет в том, чтобы высадиться в России, пробуем мы его осуществить, я думаю, это самое реальное из того, что мы можем сделать, потому что пробиваться через десятки тысяч дизи будет долго, и я сразу вижу, что у нас туда не делается план, и я предполагаю, что это из-за Дании. Да, если сюда, да. Значит, нам нужно сесть под контроль пролив. Ну-ка, вот так. Отлично. Значит, нам нужно отсюда отступить. В любом случае, поехали. А тем временем мы перейдем в аккуратное контрнаступление вот здесь вот, со второй скоростью, не спеша. К сожалению, авиацию мы сюда не подведем, потому что, ну, это самоубийство нашей авиации будет, да. Так что, как есть. Где стратегии? Давайте попробуем. Нам бы как-то спросить, вот, ядерку бы. Да. Вот как-то получить бы преимущество, но все не хотят. Да. Там слишком много истребителей, поэтому очень сложно найти место, где их бы здесь не было, собственно говоря. И почему-то еще вот превосходство в воздухе не появляется, хотя должно быть. Ладно, небольшими махинациями мы находим точки, где временно нету превосходства, и отправляем туда бомбы. И поддержка войны тает на глазах, конечно же. И вот ее осталось буквально 19%, стопильность уже в минусе. Я не уверен, что я смогу больше снять, да. Мировой напряженность еще, кстати говоря, начало меньше сотки становиться. Ну вот, обронительную войну не сниму. Гордость ВМФ единственное. Потопить бы, но я ее не найду. У меня эти корабли не приспособлены. Тащие самолеты не приспособлены к атаке портов. Вот в чем дело. Вот почему-то там нам давалось превосходство в воздухе, а здесь нет. А, возможно, из-за ПВО, кстати говоря. Очень реально. Это давайте-ка здесь тоже скидываем. Нужно выбивать поддержку войны. Стабильность. 69. 49. Окей. Вот эти ребята сейчас заедут за Копенгаген, а там укрепятся. И оттуда уже будут планировать свою выстку в Петроград. Ну и сколько нам нужно будет захватить? Давайте посмотрим. Блин, 32% это много. Хватит ли вот этого куска? Понятия не имею. Но пробовать надо. Вот отсюда мы будем продвигаться слишком долго. Тем временем мы уже поплыли в Данию. Почему-то, кстати говоря, у нас поплыло всего 4 дивизии. Это совсем не то, чего я хотел бы. Но я предположу, что они все равно должны, я думаю, забрать территорию. Это все наши силы мы копили до этого момента. Отправляем тут всю авиацию, что у нас есть. Блин, если бы нормальная высадка пошла, то мы бы, кстати говоря, высадились. Но так как у нас дошло сюда всего 4 дивизии, нужно ее отменять и планировать заново. Только можно, пожалуйста, в этот раз со всеми. Потому что это было ненормально. Спасибо. И на самом деле здесь еще мы танками можем продолжать наступление. Я решил, что надо все-таки контролить. И когда контролишь, получается чудеса. Смотрите, что происходит. Как вы помните, выбивается организация у всех дивизий. И несмотря на то, что резервы есть, они просто не успевают зайти. Если бы я контролил, мы бы вполне себе, я думаю, были уже где-то вот здесь. Но что поделать. Откатиться уже не откатиться. Так что продолжаем наступление как есть. И мы смогли развить здесь наступление нашими танками. Очень успешное. Я еще, к сожалению, потерял. В неудачном котле здесь. Из-за, опять же, контроля надо было контролить танки. Господи. Но сейчас это уже не так важно. Важно то, что мы заняли Данию. Сейчас отсюда пробьемся сюда. Сможем контролировать этот целый кусок территории. Отсюда пробьемся сюда. И сможем окружить здесь все. И потом уже нормально фронтой пойдем на восток. Параллельно отсюда готовим выездку в Петроград. А здесь мы смогли пробиться через Италию. И теперь надо переключать все в третью скорость, чтобы они, в идеале, сами продолжали наступление везде, да. И вот это все сейчас будет окружено. А здесь мы уже форсировали Рейн в большей части провинции. И продолжаем наше наступление. Бельгия тоже скоро пойдет. В Дании здесь уже фронт един. И выставка в Петроград вот-вот будет готова. Наконец-таки наступление пошло так, как мы бы и хотели, чтобы оно шло. В России тем временем люди потихоньку-потихоньку до заканчиваются. И вот пока здесь у нас слабо идет наступление. Здесь мы ликвидируем их окружение. Здесь идет выставка в Петроград. И вопрос, сколько же там будет вражеских войск. Ответ пока не ясен. Здесь тоже куча будет окружено и уничтожено. Жалко их, конечно, но что поделать. Словения капитулировала. Видимо, что-то здесь было, да. И скоро Рейн капитулирует. И скоро Бельгия капитулирует тоже. Это хорошо. И вот оно. Падение Петрограда. Канадские войска. Сюда канадские войска. И теперь, что нам надо делать? Просто бежать. Со всех ног. Захватывать вот эти вот все точки. И надеяться, что никто не успеет среагировать. А шансы-то есть. Шансы-то есть. Под Тверью мы встретили русскую дивизию. Они, наверное, думают, что нам, наверное, докладывают что-то, какую-то ложную информацию. Какие канадские механизированные войска по Торжовым? О чем вы говорите? Ну нет, они уже скоро будут в Москве. Они идут. И, возможно, это именно тот случай, когда нам стоит... Ага, нет, здесь здесь авиабас нету. Забудьте. Хотя вот этим бы сюда сбегать, но... Ладно. Нам нужно еще вот эти все точки в идеале. Нам нужны все точки, что мы сможем взять. Очевидно. В первую очередь, конечно же, это Москва и... Царицын. Я... Единственное, что я боюсь, что этого не хватит. И... Ну... И нам придется сейчас что-то придумать, что с этим всем чудом делать. Хотя есть одна опция, что мы с этим можем сделать. Мы можем вот эти войска еще сюда перекинуть. Давайте сразу посмотрим вот что. Разрешат ли нам турки высадиться в... Нет, в Крым не разрешат высадиться. Эх, ну что поделать. Вот этих бы сюда перебросить сейчас, да? Но вряд ли получится. Здесь тоже никого не получится. Надо придумать. Ладно, что думай, давайте... Просто этих ребяток тоже сюда. На всех парах пускай они спешат. Не смотрите, они уже тут ветераны, как в принципе... Большая часть наших войск, да? Которые, ну... Не умирают в боях. Очевидно. То есть, всякие танки, механизированные войска. Так что они должны очень хорошую... Конкуренцию составить русским войскам здесь. Их здесь все еще не так много. Все еще шансы есть добраться хотя бы до Москвы. Не только мы поняли, что надо туда везти войска. Смотрите, союзники везут. Везут. О, да. Они сейчас нам помогут здесь фронт выдерживать. Хорошо. И здесь тоже все посыпалось. Мне кажется, этот мув будет нашим победным. А вот мы взяли Амстердам. Я так полагаю, что там по Бельгии и Нидерландам. Или Бельгии и Нидерланды и не были никогда против нас полноценно. Осталась Норвегия, Россия и Беларусь. Все, да. Мы реально всех остальных победили. Победили. Только три стороны осталось капитулировать. И в принципе, ну вообще, хватит одной России технически. А по Москве нас все-таки остановили. Но это ничего. Единственное, что чего, это то, что у нас здесь снабжения нет. Надо вот эти территории две забрать. Чтобы по железной дороге могли припасы везти. Ну, с тем моментом, когда приехали сюда наши морпехи, я думаю, ситуация решена. Сейчас мы здесь расширим наш плацдарм. Параллельно здесь пробьемся. Да, давайте-ка вас открепим, чтобы вы не ездили обратно. Здесь пробьемся. По железной дороге мы начнем возить сюда припасы. И начнем нормальное наступление на Москву. И вот мы уже подрасширили наш плацдарм. Он теперь выглядит очень уверенно. Единственное, войска пошли совсем не туда, куда им нужно было идти. Поэтому давайте их перенаправим. Вот они пойдут вот по такому направлению. Теперь здесь вот это окружение только добьем. Да. Вот так вот. И пускай они теперь едут вот сюда. Здесь уже наши союзники пускай держат эту линию обороны. Сюда мы проводим кучу железнодорожных путей. Благо у нас есть на это заводы. Перестал я вообще производить самолеты. Отказался от всего импорта ресурсов. Ну как там. Микросамолеты строятся, но это очень-очень мало. Потому что, ну, мы не победим в воздухе Россию. Может у них 35 тысяч. Если мы сюда направим самолеты, они просто перенаправят их вот отсюда. Да, как бы поэтому, ну, такое я не вижу в этом особого смысла. Ну, нужно просто дойти до Москвы, а затем до Царицыно. И, собственно говоря, эта армия уже готова наступать. А вместе с ней можно наступать и вот этой армии. У нас я вижу... А нет, это под контратаки. Ну, неуспешно, очевидно. А вот наша атака будет очень успешная. И, ну, в один момент закончится этот СТ-3 миллиона. И будет поднять закон, я думаю. И станет еще больше. Здесь, кстати, описывается, что с постабжением у них все плохо. Но я вот не уверен, у них запасов не хватает. И в это я могу поверить, да? Да, там очень много заводов, но они могут быть не на тех... Не на тех товарах. У них, кстати говоря, очень не хватает танков и механизированной какой-то пехоты. Да, всего лишь одна танковая дивизия, там... Ну, две какие-то легкотанковые, но это шутка в, так сказать, это время уже. Поэтому и нет у нас проблем. Если бы здесь были танки, либо вся пехота была механизированной, это было бы, ну, все. Можно было бы душить свет. И смотрите, даже здесь мы тоже уже очень успешно продвинулись. По той простой причине, я думаю, что вот, как и показывала нам разведка, а у нас она 100%, там просто уже не хватает запасов. Даже такая огромная экономика может столкнуться с такой проблемой, когда будет просто без остановки нападать везде, где только может, да. А Россия реально это атаковала в любом возможном случае. Сколько здесь было атак, сколько в Испании. Просто метр за метром. Каждый метр, я не знаю, можно подсчитать, он будет тоже стоить очень-очень дорого. Особенно учитывая, что уже скоро 16 миллионов потерь будет. Но эта война скоро закончится, мы уже подходим к Москве. Вот оно, падение Москвы. Сердце России теперь наше. Ну, осталось вот сюда дойти. На самом деле задача одна, все еще непростая. Но я думаю, у нас скоро вот отсюда уже прорутся наши танки. Наконец-таки я уже почти что восполнил всю эту армию, да. Мы уже успели, да, обучить. И, кстати говоря, параллельно я тут утвердил себе королевскую власть. У нас теперь военные власти. Нажал я кнопочку спонсировать армию, которая у нас появилась. И вместе с этим поставил себе вот этого советника, которого ранее нельзя было поставить. У нас теперь военнообязанное население будет просто тьма. У нас 22% и еще 35% от этого. Ужас. Вот у нас, собственно говоря, и получилось здесь полтора миллиона. Я даже решаю, что есть смысл вывести вот эту армию вот сюда. Да, здесь достаточно войск союзников. Там вон сотни их. И они смогут как минимум удерживать эту территорию, да. Мне не сильно нужно здесь наступать. Здесь нет никаких целей войны. Все здесь. Пододали мы, кстати говоря, чуть-чуть Москву. Но это окей. Потому что нам просто не хватает продолжать вот это вот наступление ширины фронта. Слишком широкий фронт. Соответственно, с этой армией, я думаю, положение изменится и нам можно будет продолжить наступление. Тем временем вот этот генерал уже скоро войдет в Польшу, если я уже не вошел. И теперь начинаем полумасштабное наступление здесь. Кстати говоря, как-то две дивизии вот из этой армии умудрились быть окружены и уничтожены. Неприятная новость. Таких потерь у нас уже 3 миллиона. Но в целом, в целом все еще достаточно скромно и успешно. И также я решаю, что в этот последний этап наступления можно не жалеть никаких сил. А следовательно, вся наша авиация, что до этого момента накапливалась, будет выставлена и окажет последний бой, который и в котором победит. И смотрите-ка, уже вот-вот будет на самом деле сдача. То есть реально, этих трех городов фактически нам бы и хватало. То есть мы дойдем до Царицына, но мы даже можем и не доходить до Царицына. Нам хватает Варскор уже здесь, со всех городов. И, кстати говоря, здесь мы тоже продолжаем... Мы так почему-то не останавливались. Почему? Неизвестно. Но здесь уже, да, капитуляция, она вот-вот, я уже чувствую ее. И вот, господи. 1% — все. Интернационал пал. Последний защитник Интернационала России сдалась. После многочисленных бомбардировок, ядерных ударов и ожесточайших сражений от Западной Европы до Восточной и практически до Урала. За эту войну Россия, по-моему, потеряла 18 миллионов населения, Канада — 3 миллиона, и, в принципе, Интернационал просто огромное количество. Стоит, наконец-таки, я думаю, поделить этот мир. Вот такой вот получился мир. Сейчас мы займемся выделением огромнейшего количества стран. В том числе Британии, я полагаю. Итак, пока я тут делю территорию, произошел один триумф французских изнанников. Французы радуются вернуться в свои территории. Не благодарите, ребята. Но мы продолжим делить территорию, и потом я все покажу. И, судя по всему, это все-таки все. Я все жду ивентов, их не появляется. И почему-то Австрия так и останется оккупированной. Блин, ну ладно, и Австрия, и вот здесь вот кусочек есть тоже территорий. Почему-то на них ивенты не прокают. В общем-то, давайте. В Южной Америке ничего необычного. Мы остановили все державы маринетками, остановили Бразилию маринеткой. Только из-за того, что там была уже оригинальная Бразилия, получилась вот такая вот ситуация. Из территории Вестиндийской конфедерации пошли. В Европе все достаточно просто. Почти все это наши маринетки. В Италии, очевидно, отдали Сардинии. Все возможные территории их здесь вот тоже и поотдавали. Здесь выделили Хорватию, поделили кое-как территории. Вот здесь вот у нас не было возможности что-то поделить, поэтому поделилась как поделилась. Здесь вот я постарался создать максимально такие средненькие страны, чтобы забалансировать их силы между собой, чтобы никто потом в будущем не решил завоевать каких-то соседей. То есть, чтобы каждый был достаточно сильный. Ну и плюс, конечно же, мы будем их контролировать. Кроме того, у нас везде здесь военные власти, потому что у нас военные власти. А в Финляндии... Господи, этого я не заметил. Либо мне не хватило счета, видимо. В Финляндии я дал Карелию. Россия тоже разделил, чтобы она не смогла еще один раз восстановиться. Все-таки мы хотим, чтобы наша страна осталась гегемоном этого мира. А учитывая то, что наш альянс как бы примерно на половине мира находится, то мы и остаемся гегемоном. У нас есть здесь США под боком, но США останавливаются после гражданской войны. А Япония здесь тоже имеет кое-какой блок, но у нее очень такие локальные интересы. Единая Азия. К контролю Азии. В Азию мы не лезем. Они не полезли дальше. Там Самур получил свои восточные территории и доволен. Россию поэтому разделили здесь. Здесь делали федерацию. Ну и все достаточно обычно, я бы сказал. И настало время вернуться к королю. Наконец-таки. Можно считать все эти конфликты окончившимися. Там города концессии Вантанту захотели, но без проблем. И вот оно, освобождение Соединенного Королевства. Мы просто хотим ли мы переключаться, да? Как бы мы закончили нашу партию. Но я понимаю, что исторически от этого ничего не поменяется, да? Ну, имеется в виду, что как в рамках продолжающейся истории. Но давайте мы останемся на Канаде все-таки. Вот реставрация произошла. Канада, куча всего от нас добывает. Возвращается в Британию. Но Канада останется невероятно сильной страной. Я бы сказал, лидирующей в Антанте теперь, да? Если мы можем посмотреть на промышленность Британии, на промышленность Канады, становится понятно, кто здесь главный. Но самая главная цель выполнена. Мы восстановили все наши территории. Мы восстановили новый порядок. Я всем доволен. Так что, ребят, с вами был Лапгейм. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. До скорых встреч. Пока.